Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сколько ждать принятия решений мужчины? Нужен совет, возможно, у кого был такой опыт. Психологи советов не дают. Здесь у меня происходит обмена опытом. Здесь происходит помощь человеку, который обратился. То есть вам. Сколько времени принимают мужчины? Очевидно, что все по-разному. Встречаемся полтора года с мужчиной, ссор не было, вместе не живем. А что общего между вами? Что вас объединяет? Что вас связывает? Какой фундамент отношений? Поговорили с ним на тему общих планов. Я поставил вопрос. Нет планов, расстаемся. Здесь два варианта. Либо мужчина не соответствует вашим представлениям. В общем-то, о том, какой должен быть человек. Да? То есть, ну, просто вы, что называется, разные, вы разные с мужчиной, да? Вот. Либо, вы решаете проблему своей собственной тревожности здесь. То есть, вы не можете опереться сами на себя, вы не можете самостоятельно структурировать, значит, свое время. Вы не можете самостоятельно, самостоятельно определиться, вы не можете самостоятельно принять решение, вот. И вы ждете этого вот мужчину. То есть, пытаетесь сделать так, чтобы человек за вас, да, определил то, как вы будете существовать. Вот. И такая история наблюдается именно, когда человеку сложно, в общем и целом, принять, да, решение самому. Вот. Поэтому, в этом смысле, да, здесь решаете только вы. Дальше. Значит, он растерялся, ответ не озвучил, отвез домой, сказал, что будет хорошо, не приживай, успоказывай, обнимал. Я просил позвонить только при принятии решения, прошло 4 дня, тишина, ключик от моей квартиры не вернул, не вернул ни сразу, ни сейчас, сколько ждать ответа. Все мужчины пора, но, может быть, вы ответы не дождетесь. Но я могу сказать, что мужчины не любят, когда до них так давят. Более того, для отношений, такая формализация, с моей точки зрения, не является чем-то хорошим, поскольку нарушает естественное развитие. Если вы, исходя из ваших ценностей, и вы уверены, что это ваши ценности, а не внутренние конфликты и противоречия, если ваши ценности не разделяются человеком, а очевидно, что они не разделяются вам, нужно самостоятельно принимать решение о расставании, потому что у вас разные взгляды на отношения. Если есть подозрение, что это все-таки ваши конфликты, нужно решать внутренние проблемы. Попробуйте посмотреть, да, что вы чувствуете к мужчине, и для чего вам эти планы. Может быть, в основе этих планов влежат потребности, которые вы можете удовлетворить самостоятельно, не прибегая к тому, чтобы требовать от мужчины чего-то дать. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok